Сахарная кукуруза Сахарная кукуруза еще один подвид кукурузы, который относится к пищевым. Особенность в том, что люди ее потребляют в свежем виде, когда зерно имеет молочную и молочную восковую спелость. И это продолжается до тех пор, пока не начинает образовываться на верхушке зерна ямочка. Этот период технической спелости довольно короткий, в зависимости от того, какой гибрид. Если взять виды, можно сахарную кукурузу разделить на два генетических типа, где работают разные гены. Самой модной сейчас стала суперсладкая кукуруза. У нее работает ген, который по-американски называется шранкен. Это означает сморщенный, сплющенный, сжатый. По-разному можно называть. Это от того, что зерно морщинистое, из-за того, что сахар, который есть запасной элемент, приходящий от листьев, сахар разный, обычно моносахара, глюкоза, фруктоза, он не превращается в крахмал, не полимеризуется, не образуется цепочка. Как это делается в обычной кукурузе, что сахара должны превращаться в запасное вещество крахмала и накопляться в эндосперме. А здесь этот момент генетически нагушен. И получается, что зерно так с сахаром и остается. Отчего и сладость. Поскольку сахар этот не превращается в крахмал, она сладкая, вкусная. То есть в природе это вредно. Этот ген, в общем-то, пользы никакой для растения, для вида не имеет. А человек воспользовался, это природная мутация, это не искусственно созданный каким-то способом ген, а вот он образовался естественным путем. Мутация – это изменение. Изменение наследственности, ДНК, молекула, которая несет наследственность. Ген этот участок называется Шрамкин с ежами. Вот гибриды этого типа сейчас широко выращиваются по нашей стране. Завозится очень много импортных гибридов. Из Франции, из Турции, из Венгрии. Мы сделали калейдоскоп. Ой, уже меня... Калейдоскоп у нас был. Господи, леденец. Значит, у нас рейденервный гибрид сахарный. Вот, именно супер сладкий леденец. Он простой, двухлинейный. Состоит из батеринской линии, с отцовской. Поэтому, значит, растения выровненные, имеет хороший товарный вид, длинный початок, высокую сладость, ничем не уступающий пункусовым качествам, значит, гибридам других фирм. Вот. Агротехника, его отличается тем, что нужно, значит, учитывать слабый запас питательных веществ для зародыша. Поэтому глубина заделки должна быть очень низкая, чтобы этот зародыш смог пробраться к поверхности почвы. Вот. Ну, не более трех сантиметров. Потом срок сева должен быть не самый ранний, потому что, когда, значит, температура 6-8 градусов, эта кукуруза очень не растет. А надо, чтобы было хотя бы 12-14 градусов. Либо, либо почве на глубине заделки, либо под пленку весной, либо какие-то другие способы утепления. У нас тут модно покрывать всякими такими нетканными материалами, спанбонт и там, всякое такое. Тогда вы можете сеять и пораньше, и раньше получать сходы. Вот это, что касается. Густота, чтобы был крупный початок, не нужно более 40 тысяч растений, я считаю. Тогда они все будут крупные, товарные, более 20 сантиметров. Это особенности агротехники. Ну, есть еще способы борьбы с хлопковой салкой, кукурузным мотыльком. Это насекомые, которые повлижают товарный вид. Нужно применять соответствующие инсектициды. На эту тему не буду распространяться. Любой, кто занимается сахарной кукурузой, знает, когда это делать. Во время цветения. Вот. И так дальше. Обрабатывать от насекомых. А так, собственно говоря, все. Ну, уборка ручная, как правило. У нас, я не думаю. Хотя нет. Большие сейчас агрофирмы, как их теперь называют, убирают початко-уборочными комбайнами. То есть, не вручную люди ломают, а заезжает этот початко-уборочный комбайн и, значит, убирают его техническим способом. Это когда производят для заводов, консервных заводов сахарной кукурузы. Их в Краснодарском крае несколько есть. Я не знаю деталей, не буду на эту тему распространяться, но это работает сейчас. Вот. И в Киевском районе тут выращивают. Есть хозяйство в крупной площади именно для сдачи на консервные заводы, чтобы закручивать это зерно в банки консервные. Вот. Ну, первым у нас зашел из Франции фирма Бен Дюэль. Это по фамилии создателя. А сейчас уже, собственно говоря, не только один Бен Дюэль. Вы можете встретить в магазине названия. Самые разные, которые на банках пишутся, производители. И китайская есть, и краснодарская есть, и другие места. То есть, если взять рынок консервный, то он довольно-таки сейчас развит. Вот. Это я завершу сейчас гибрид, который леденец. Вот. И вернусь к Грузии традиционно первой. Подождите. Про него еще. А что про него? Сейчас, я, я. Вот сроки его выращивания, вегетации, когда убирать? Его же, наверное, пораньше надо убирать, правильно? Хорошо. Значит, возвращаемся к срокам уборки. Это называется техническая спелость. Это когда молочная спелость до того момента, пока зерно не начинает морщиниться. Значит, у леденца она длительная. Десять и более дней. То есть, в поле он может стоять, и в это время вы его можете убирать. Вот. Ну, дней от всходов до уборки, ну, наверное, 80 дней. Мы считаем его, это зависит от места выращивания. Эти дни не надо за них никогда цепляться. Он у нас, мы его называем, чтобы вам не соврать, тут у нас есть на нем группа ФАО, по многолетним наблюдениям. Значит, мы ему даем ФАО 180. То есть, он средне-ранний. Угу, угу. Вот. У меня привычка, значит, анализировать, брать зерно на вкус. Это бразитическая привычка. Потому что сахаристость в поле мы определяем и на зуб. Поскольку, значит, разница уже проявляется, когда мы занимаемся линиями. И вот сырой в кукурузу, если ты попробуешь на вкус, уже можешь говорить, насколько перспективно с него что-нибудь сделать. Бывает, ген присутствует, шрамки, а сахаристость низкая. С прибором трудно, пока мы не нашли такого адекватного прибора, чтобы определять сахаристость. Приобретали. Ну, не пошло оно у нас. Поскольку сахар разный бывает. А там поляризация в свете. И, значит, то есть, как преломляется солнечный свет в этом растворе. И разные сахара, глюкоза, фруктоза и декстрозы, они дают разную кривизну. И это неадекватно. То есть, бывает кукуруза сладкая, а прибор показывает низкую. Поэтому мы сейчас не применяем фактически эти сахариметры. Ну, не нашли мы соответствующие. Хотя японский какой-то такой важный мы купили прибор, но тем не менее. То есть, по этой кукурузе, я думаю, вам все рассказал. По ленинцу. Нет. А что еще? А урожайность какая? Урожайность какая? Давайте глянем, чтобы я вам не наговорил. То, что мы тут взяли. Урожайность без обертки 95,2 центра. Это какой-то... Вот мы зафиксировали сюда и записали. О, какая. А, ну да. Это початок. И влажность. Конечно. И в початке. Да, 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 да. Можно взвешивать с оберткой, с листьями, а можно без. Вот тут мы взвесили без обертки. Угу. Да. И по цене. Это насколько дорогой продукт? Мы поставили... Сравнение... Мы поставили... Можно... Саша, вот там цены. Вот это, вот это. А, нет. Нету, не фиат. Ну, для тех, кто выпустил. Вот если продавать. А, продавать. Да. Реализация не церната. Цены там приемные. Не семян. Вам не надо цены семян? Нет. Нет. Значит, цена на рынке... На 50%. Значит, очень разная. Есть рынок для этих заводов, консервных. Надо мне выпить что-то. Взять цены, которые ходят на рознице в сезон. То тут цена початка зависит от того, когда это попало на рынок. Чем раньше, тем дороже. Вот, и, насколько я помню историю, здесь местные наши закупщики при первом сборе могут давать и 20-30 рублей за початок. И по мере того, как, значит, сроки увеличиваются летом, то цена падает. Ну, эти местные, значит, оптовики эту кукурузу везут на Черноморское побережье. Отдыхающим. И, соответственно, пока она доезжает туда, и уже розница там, может быть, более 100 рублей початок. Да. А вареный початок, который вы едите, тоже очень разная цена. Может быть, и 50, и 100, и больше. Все зависит от стечения рыночных обязательств. Значит, спроса и предложения. Как это говорит наша экономика. Поэтому надо, если ты занимаешься этой кукурузой, изучить рынок. То есть, куда и кому ты ее продашь. Вот. И тогда браться за это дело. Потому что можно вырастить и, не имея гарантированного сбыта, потерять. Вот. Или же продать уже вне сезон. Вот. Некоторые, кто занимается из фермеров или личных хозяйств, сеют несколько сроков. Поскольку, значит, период отдыха у нас продолжается до сентября. И даже в октябре у нас еще бывает, значит, бархатный сезон. То сеют так, чтобы иметь молодой початок в конце августа, в сентябре. Весь сентябрь можно иметь этот початок. И даже в октябре, если заморозков не было. Поэтому можно сеять в несколько сроков. Через 10 дней. Вот. Ну, это все зависит от человека, который этим занимается. Ну, это не на поливе. Да, да. Значит, она у нас засугоустойчивая. То есть, гибриды сахарные, все, которые мы производим, они созданы в местных условиях, не для орошения. Вот. И, в общем-то, прекрасно справляются с засушливыми условиями. Вот. Три года последние у нас, 20-е, 19-е, 18-е, были очень засушливыми. И мы всегда имели, значит, на своем научном поле нормальные посевы сахарной кукурузы. То есть, урожай не резко снижался. А вполне был товарный. Варить ее обязательно? Ну, конечно же. Сырую это только селекционеры ее пробуют, значит, на сахаристой. А так все нормальные люди, конечно, его варят. Вот. Ну, давайте сейчас мы вернемся к обычной сахарной кукурузе. Сейчас вернемся к обычной. Но к пищевой, еще хотелось спросить, вот защита. Поскольку это кукуруза, все три вида, которые мы перечислили, относятся к продуктам непосредственно, которые идут в пищу. Биологическая защита здесь предпочтительно или или не имеет значения это? Как вы думаете? Ну, сейчас я вам, чтобы что-нибудь неправильное не сказать. В любом случае, всякая биологическая защита лучше, чем, допустим, химическими веществами обрабатывать растения. Или же будет там работать на, собственно говоря, проблемах с сахарной больше насекомые. Это повреждения, поедание гусеницами, хлопковой, сомки, стеблевого мотылька, этих зерен. Вот. Если с ними борются инсектицидами, ну, пишут, что эти вещества, значит, потом испаряются, вот, или смываются дождем, и что они внутрь зерна не попадают. По идее это так. Но там, тем более, что обертка. Ведь початок в поле не голый, а закрыт листьями, и мы когда опрыскиваем, то раствор попадает не на зерно, а на обертку. Поэтому, если туда что-то и попадает, то в очень небольшом количестве. Вот. А потом препараты бывают системные, то есть, которые входят в состав ткани растения. Ну, тогда они могут попасть и внутрь обертки. А бывает контактные. Это когда должно, чтобы гусеница погибла, на ее капнуть капелькой от этого раствора. Вот. Эти не входят сюда. То есть, не надо увлекаться химической этой защитой от насекомых. Вот. Применять ее в крайнем случае. Потому что далеко не каждый год мы имеем вспышки хлопковой солки. Вот. Допустим, мы у себя, значит, в наших опытах не применяем никаких химических препаратов. Мы оцениваем сахарную кукурузу в том виде, в каком она в естественных условиях создает урожай. И таких сильных уж повреждений, чтобы можно было, ну, браковать урожай, я не помню. Ну, если даже немножечко гусеница подъела верхушечку, это же ничего страшного. Вот. Это не создает такого, что початок надо выкинуть. Вполне нормально. Ну, не нравится, обломай этот кончик, когда будешь варить. Ну, а кто большие объемы и на рынке, они, конечно, занимаются этой защитой. А скажите, вы не применяли габы бракона и трехограмма? Ну, насекомые, которые паразиты, над гусеницами, да, есть такая метода, и ею надо пользоваться. Я лично не применял. Ну, конечно, это надо приветствовать, чтобы, значит, были над этими гусеницами паразиты, которые их, вот, значит, в них выводят, ну, они не хищники, они могут, трехограмма, по-моему, откладывает яйца в гусеницу, и в этой гусенице выводятся маленькие гусенички. Вот. А другие, вот, не буду врать, ничего я больше на эту тему не скажу, но в любом случае, вот, сверхпаразиты над этими насекомыми должны быть полезными, потому что они же не вредят биологии. Вы не применяли только потому, что у вас вышло. Мы не применяем, потому что мы селекционеры. У нас нет цели вырастить большой товарный урожай сахарного груза. У нас задача вывести линии, найти комбинацию, которая дает идеальный урожай, идеальные вкусовые качества, тот, что превосходит стандарт. Вот. На фоне, естественно, значит, поражения нашими вредителями и болезнями, и грибками. То есть, нет такой цели, чтобы это поле обрабатывать. Даже лучше, что мы это не делаем, мы видим естественный иммунитет, потому что разная кукуруза по-разному повреждается. Если обертка плотная, то ее гусеница может и не проникнуть. Вот, поскольку этому мотыльку, который несет яйца, нужно его положить так, чтобы оно попало туда, значит, внутрь початка. А если початок сильно закрыт, то он и не может отложить это яйцо. Это когда цветение, выходят эти наши, так сказать, материнские рельца, шелка. Тогда вот в этот момент открывается верхушка початка. А она у всех по-разному открывается. Поэтому нам надо естественно пить. Чем меньше она, естественно, поражается этими насекомыми, тем лучше для потребителя-фермера. Поэтому мы говорим, что наши гибриды довольно хорошо устойчивы к насекомым. Вот. Своим естественным умницам, которые имеют много факторов. Все? Пожалуйста, вот то, о чем вы хотели сказать. Еще. Возвращаясь... Возвращаясь к обычной сахарной кукурузе. Первой на широкие рынки вышла исторически обычная сахарная кукуруза, которая определяется, вернее, ее сахаристость определяется геном шугари. Шугари по-английски значит сладкий, сахаристый. Ну, их там несколько этих генов. Ну, вот, по-моему, самый распространенный шугари-2. Это мутация тоже эндоспермова. Ну, она, значит, влияет на вот, на обмен сахаров. Когда происходит, опять же, я повторяюсь, поступление из листьев глюкозы вот, в запасную часть в клетке эндосперма, заторможена крахмализация. Вот. И эти сахара остаются в виде сахаров. Вот. Но в сахарной кукурузе все-таки крахмал частично создается. Вот. То есть, частично он все-таки получается, и частично остается в виде сахаров. Поэтому, обычная сахарная кукуруза, она не только сладкая, она еще и энергетически питательна. Это как пища получается. То есть, вот, ты ее, когда кушаешь, то ты, собственно, удовлетворяешь голод. Можешь, как бы, покушать сахарной кукурузы и уже больше ничего и не есть. Вот, когда нечего, допустим, в обед, пообедать. Вот. Ну, это так вот. Вот. Когда я был студентом, мы вот это вот в общежитии наварим сахарной кукурузы, поедим ее хорошенечко, и бывает, что и этого хватает нам. Это было в молодости далеко. Ну, тогда была обычная сахарная. Вот. Это были 80-е годы, значит, 19-го, 20-го столетия. А сейчас, вот, параллельно, значит, с этой обычной сахарной масло пошло суперсладкое, которое я говорил раньше, у которой больше все-таки сахара. Но, тем не менее, выращиваются и сахарные гибриды сейчас. Вот. Есть там дополнительный ген, который усиливает их сахаристость. Вот. Вот. Ну, если выдаётся его, значит, применить, применяется, если нет, то просто работает шугери-2. Вот. Два сорта у нас работает сейчас. Это птичье молоко. Последний мы сделали из сахарных, а перед ним был кубанский бекалор. Бекалор, потому что у него, опять же, материнская форма белозерная, отец желтозерный. В итоге на початке получаются те и другие зёрна. Белые зёрна и жёлтые. Ну, когда это выглядит в поле, это более, значит, сочно и красиво, початок такой получается шахматный. Её, значит, фермеры называли шахматка. Вот. Это касается кубанский бекалор, бекалор по-латыни двухцветный. Вот. Особенности выращивания в общем-то сахарная кукуруза шугери более устойчива к холоду и может заделываться глубже. Если суперсладкая не более трёх сантиметров, здесь допускается и пять сантиметров глубина заделки и сеять её можно несколько раньше. Вот. То есть, при 12 градусах на глубине заделки семян. Из-за того, что зерно более, значит, имеет больший запас питательных веществ, чтобы всё-таки часть образовалась в виде крахмала и зародышу хватает этих питательных веществ, чтобы пробиться на поверхность из большей глубины и при более низкой влажности. Вот. А так, всё остальное такое же. Густота в районе 40 тысяч растений, чтобы был крупный початок. Вот. Да, собственно говоря, и всё. Сроки уборки тоже надо, чтобы была молочная спелость, не до того момента, как начинают образовываться ямочки на верхушке зерна. Ну, техническая спелость уже, вот, в пределах недели. Если суперсладкую можно 10 дней, 2 недели держать в поле, и она ещё, вот, сочная, то обычно в районе где-то недели, особенно это касается вот нашего места, где мы находимся в Краснодарском крае, температуры более 30 градусов в июле месяце, и быстро происходит потеря влаги. Но, этим занимается, знает, как поступить. Вот, можно же выращивать для того, чтобы загрузить в рефрижератор, убрать эти початки и вывести куда-то в холодильнике в этом, на рынок в большие города. Это тоже распространена методика применения этой кукурузы. Можно, опять же, ее и на побережье. Единственное, что в сравнении с суперсладкой более короткий период технической спелости. Да. Вот из этих трех кукуруз какая самая востребованная по вашему? Ну, получается, что леденец суперсладка. Да, сейчас самая модная. Вот. Хотя в консервы, собственно говоря, я считаю вкуснее из сладкой обычной кукурузы, потому что там есть вот эта энергетическая составляющая. Вот. А в суперсладкой все-таки она такая более водянистая, но сладкая. Ну, вы знаете, разделяются мнения. У нас же идет дегустация, когда мы уже доводим до совершенства этот гибрид. Люди наши по-разному оценивают. Одни больше предпочитают шранкин суперсладкую, другие шугери сладкую. Поэтому нужно и то, и то, чтобы было на рынке, чтобы человек мог выбрать, какая ему больше нравится. Я вот.